Очередных дистанционных аферистов задержали полицейские. Группа разводила людей на деньги, обзванивая абонентов со всей страны. В офис на северо-западе столицы силовики нагрянули в самый разгар рабочего дня и буквально застали врасплох руководителя и его подчиненных. Я директор, занимаюсь оказанием юридических услуг. В руках оперативников оказались семь подозреваемых. Среди них организатор криминальной схемы, который лично занимался подбором персонала, инструктировал работников, как общаться с клиентами и обучал их приемам психологического воздействия. Они звонили пожилым людям, представлялись специалистами в области юриспруденции и предлагали широкий спектр правовых услуг. Сообщники обещали решить различные вопросы, ссылаясь на наличие связи в различных государственных органах. В дальнейшем соучастники приглашали граждан в офис, где оформляли договоры на оказание правовой помощи. Большинство потерпевших пенсионеры, которые отдавали горе юристам, не только все сбережения, но даже брали кредиты. Стоимость услуг иногда достигала двух миллионов рублей. За каждое обращение они брали деньги. Ну вот в результате мне насчитали 289 тысяч. Потом по истечении этого времени постоянно кормили меня завтраками. Сегодня дадут, через неделю, во вторник, ну и так дальше. Этому мужчине помощь понадобилась, чтобы вернуть свои сбережения из кредитно-потребительского кооператива. Выходит, вокруг пальца пенсионера обвели дважды. И сотрудники финансовой пирамиды, и юристы злополучного колл-центра. Было проведено шесть обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов. Были изъяты банковские карты, компьютерная техника, договоры на оказание услуг, а также другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение. На время следствия предполагаемых мошенников под стражу брать не стали. Они находятся под подпиской о невыезде. Оперативники продолжают устанавливать пострадавших от деятельности юристов-аферистов, а также ищут их подельников.